всем привет сегодня обзором столе комикс эмили кэррол и гестный хаус издательство first second данный комикс привез в этом году одну из упаковок уже показывал привез бумаги почитать что редко делаю поскольку цифровые релизы издательства ждать можно годами и не дождаться обратите маленького офигенное оформление вот просто вообще я расставил честно скажу помимо того что мне это авто нравится да изначально я осознанно книжку покупал когда я видел еще этот дизайн оформление просто цвета я вообще все бросил в плане комиксы других правильно читаемых мною и засел за эту книжку начало будучи очень уставшим не сразу осилил но потом книгу проглотил буквально за пару часов читаю до глубокой ночи потом еще не мог уснуть час-полтора в общем-то раздумано концовка и вот этим всем ну и в принципе немножко таких пупырочных мурашек а потом мультики говорили вот и это конечно круто очень мало комиксов я вот в последние пару лет настолько взахлеб и с таким напряжением читал в общем-то эмили кэррол автор русскому читателю знакомый как минимум могли видеть в антологии хорроров через лес всем очень рекомендую а джерри фиджем наверное все-таки возьму тоже себе это издание в этом году уже всему него обзор не буду покупать американский дорогой hard и на удивление уже после прочтения комикса я обнаружил что оказывается у нас по моему попкорн букс издали комикс говорим тоже ее работа но там она вступает уже как иллюстратор это графическая адаптация известной именно книги американской про жертву школьного изнасилования такая принципе около биографическая история наверное может как художка не знаю как это идет на ну в общем не знаю основания на реальных событиях но такая вот в общем-то тема без сюрреализма и сказок как обычному кэрол бывает поэтому тоже возможно знакомность посмотрим кэрол делает комиксы десятого года преимущественно web изначально были это работаем в четырнадцатом году вышла краски через лес нам получился и айснеров и тут принципе понеслось можно сказать я делал обзор на ее комикс она ирата the castle такая странная годичная эротичная история в рубрике душная пятница в паблике можете почитать в и и комикс тоже я все читал некоторые даже не по одному разу очень мне нравится это комиксист здесь действия история происходит в 90-х как и многие работы кэрол обычно она не выбирает наши дни по ряду причин возможно отсутствие мобильных телефонов я часто на это ссылаюсь мне кажется это совершенно другой ритм истории темп стадает намного больше позволяет и проще играть с саспенсом таких хоррорах в триллерах и психологических драмах наверное помимо этого здесь используются также и такие элементы с графика я на них еще доберусь отдельно но действует за мне сразу отсылки к готическим всяким костюмчиком там платьишком вообще готики как таковым поскольку этот комикс еще отсылает к душной литературе готичная выведу надпись на экран поскольку этом не разбираюсь честно говоря и не особо горы желанием так вот история рассказывает про такую девочку ни о чем наверное девушку ни о чем вот девушку за 30 эбби которая выходит замуж внезапно для себя в целом за дантиста дэвида в общем они живут в таком максимальном средне запад называется у них американцы до такой в общем то обычно в общем такая американская скажем так семья из глубинки наверное у дэвида есть дочь от его первой жены кристаллу и как по книге до по затравке книги речь идет о том что дэвид овдовел сразу нас знакомят с соседями дружелюбными и в основном не странными а такими адекватными идет многое взаимодействие интересных и как бы ключевая история концентрируется конечно обе в целом на ее жизни в семье на ее какие-то странных там догадках домыслениях на ее сомнения касательно ее мужа в том числе поскольку главная интрига все-таки в бывшей жене дэвида находится в том числе сама ли она умерла и вот это вот все и это принципе такая такой солиситейшн как они называют до книги основной вот в этой загадки грубо говоря что что-то здесь не так что здесь нечисто постепенно в историю буквально с первых страниц ну не считая агрессивного пролога вводится такие цвета яркие краски это не просто для скажем так красоты сделано цвет здесь играет ключевую роль поскольку все сегменты сделаны цветом и сегменты черно-белые несут с собой совершенно две разные плоскости какие именно и что из этого считывать как скажем так определенные аспекты деятельности эбби этот читатель заключить себя сам я только могу сказать что здесь все не то чем кажется поскольку с одной стороны очень много всего очевидного и я дочитал до середины хотел было уже начать ругать комикс но потом понял что автор очень виртуозно путает читателя с тем что есть что и это очень здорово опять же есть такие тропы определенные да если вы читали такие ну не сильно скажем так какие-то крутые ужастики типа там стивенов кингов и вот этих всех похожих авторов на много то принципе процентов наверное 60 книги вы угадаете сюжетно но здесь есть такой нюанс как психологическая игра опять же с читателем и по итогу как раз таки причина того да почему я долго не мог уснуть прочитав комикс помимо вот опять же какого-то страха небольшого да все-таки нервишки уже не те что юности это аспект того что здесь есть на чем подумать поскольку комикс и на протяжении всей работы и особенно в концовке он двусмысленный то есть это не та работа где вам все разжуют и вот буквально положит в рот да или там даже проглотит может быть за вас здесь надо подумать надо перелистать потом книжку надо внимательно обращать внимание на нюансы поскольку отдельные нюансы они для вас идейно могут поменять концовку то есть то как вы их воспримете поскольку некоторые вещи с одной стороны недосказаны я считаю то есть кое-что можем было доработать с другой стороны возможно автор так и хотел оставить какие-то вещи досказанными чтобы у читателя могло быть несколько какие-то для себя версии здесь на влюм кадры хотел об этом поговорить отдельно обратите внимание на лица у кэрол практически все персонажи до обладают такими разноплановыми чертами допустим крупные до глаза какие-то ну такие тонны романтические веселые жизнерадостные глаза улыбки во весь род да даже вот у парней пивко пивающих есть улыбки и есть эбби которая такая проблемная в общем дама депрессивная точнее склонна по крайней мере к депрессии обратить внимание до главного персонажа веби какие-нибудь глаза и пустые такие фасолинки то есть тут вопрос именно вот этих вот глаз и прочего очень на мой взгляд большую роль играет и для сюжета ну чисто эмоционально как такая мелочь которая по факту на самом деле вообще не мелочь сколько по-разному вспоминаются персонажи соседки прейкмакерша местной и глаза то же самое обе насколько по-другому воспринимаются круглые с огромными зрачками глаза кристалл совершенно по-другому считывается характер возраст настроение вообще все 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 тоже сонтика и жуть я не буду весь комикс вам показываю самая красота конечно по визуалу там в конце идет я замечу что одна из причин почему у меня страшно от комиксов кирилл каждый раз она очень круто изображает не просто каких-то монстров демонов она очень здорово играет с пластикой вот такими вещами пластикой тела пластикой жидкости и пластика вот крови плоти действительно очень страшно это получается у нее есть классный комикс про использование какого-то там странного лосьона в общем-то на ее сайте забылка называется может посмотреть там буквально одна из иллюстрации она открывающими на странице главный и она настолько мощно изображает это вот коверканье на плоти тела да но по сути элемент именно body horror что ты буквально вот это вот живость это хлюпание наверное чувствуешь на бумаге но и с экрана я не знаю это абсолютно такая отвратительная жуткая эстетика но при этом это настолько завораживающе красиво нарисовано за счет цветов ярких за счет какого-то интереса нарратива на части романтического да ну готичного как раз таки на то что свойственно комиксом эмили каррол ну что я просто был пленен опять же двусмысленная концовка есть над чем додумать и все такое есть за что наверное поругать автора поскольку я не из тех кто любит прям такие вот недосказанные сильные истории другой стороны меня в этом плане лет пять шесть назад сильно поменял твин пикс дэвид и линч который впервые посмотрел туда весь уже взрослом возрасте в детстве вообще не смотрела в юности и я понял что блин есть в этом определенный кайф конечно классно самка начинающий изучать всю эту живопись рисунки прочее где тоже по сути в одной работе если много всяких отсылок недосказанности и контекста каких-то религиозных штук да если мы говорим про классическую живопись очень очень на самом деле интересно в этом всем колупаться и здесь конечно комиксе если его перечитать повторно что я как бы так мельком сделал если определенные классные моменты опять же я еще почитал прикольные посты на этот форуме где люди замечают то что я не подметил где некоторые нюансы и трактовка создают для вас альтернативные концовки по сути и при этом сам конец совершенно очевиден да то есть есть определенные события которые физически развиваются вот железно но некоторые аспекты можем трактовать двух-трех вариантах и каждый из них будет наверное правильным мне больше конечно хотел услышать мнение самой кэрол что она закладывала может день и поищу может быть дарка нет найду но в целом работа не об этом она более эфемерная сюрреалистично если вам такое нравится такой мыс вам однозначно зайдет для меня это было прям наверно пока что кандидат на одной самых крутых книжек года хотя я читал и буквально вот еще в январе но посмотрим что будет в этом году еще интересного на это наверно все спасибо то смотрели и до новых встреч